Победа Трампа стала неожиданностью для многих мировых лидеров, в том числе в странах-партнерах США по НАТО. Как написала сегодня германская газета Welt, в ближайшем эскрике Брюсселе на специальные встречи соберутся главы МИД стран Евросоюза. Политики в той же Германии, во Франции, даже не скрывают разочарования. Но как-то надо будет общаться. И совсем скоро. Из Берлина Иван Благой. Этого не может быть, потому что не может быть, но это все равно произошло. Кирована, когда увидела, к чему все идет. Одно нужно прояснить четко. Я думаю, Дональд Трамп знает, это были выборы не за него, а против Вашингтона и политической элиты. Минист вороной Германии, похоже, просто не знает, как реагировать на изменившуюся реальность. Реальность, которую не предвидели. Ведущая спрашивает, есть ли у правительства план Б. Фон дер Ляйен фактически уходит от ответа. В России уже во всю идет рабочий день, а Ангела Меркель молчит. Она все еще спит, шутят в соцсетях. Лишь в полдень первое заявление о политическом землетрясении в США. Канцлер заметно нервничает. Я поздравляю победителя президентской гонки в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа. Америка это старейшая демократия. Президентская кампания в этом была очень напряженной. Иногда дело доходило до открытых конфронтаций. Две с половиной минуты текста о связях в США и Германии. Меркель закрывает папку с написанным текстом и молдит. Как события за океаном отразятся на политическом будущем самой Ангела Меркель. Выборы в Бундестаг в следующем году. США ключевой союзник. Политическая поддержка Вашингтона в Берлине дорогого стоит. Но вот так сторонники Трампа изображают Германию. Добро пожаловать в исламское государство Германию. Закутанные в черные женщины флаг ИГИЛ на бронских воротах и на замке Нойшвайнштайн. Пивной праздник Октоберфест теперь без пива и свинины. Такая вот Германия будущего. Этот ролик отражение крайне негативных высказываний уже избранного президента США лично о немецком канцлере и ее миграционной политике. Миллионы людей приезжают в Германию. Невероятно высокая преступность. Мы сталкиваемся с огромным количеством проблем. Хиллари Клинтон хочет стать ангелой Мерки для Соединенных Штатов. Но я не думаю, что это когда-либо случится. Вот уже несколько месяцев немецкие СМИ бракой же альтернативной реальности находились и немецкие политики, даже крайне осторожные. Франк Вальтер Штайнмайер начисто забыл о том, что он вообще-то главный дипломат страны. И назваведником ненависти. Неприязнь Штайнмайера к Трампу настолько сильна, что проявлялась даже сегодня. Итог иной, нежели тот, которого жилство немцев. Но совершенно понятно, нам придется принять этот результат, и мы принимаем его. Полностью повторился шок Брекзита. Политики не только в Германии, но и во всей Европе не знают, как реагировать. Я удивлен, как и многие. Я ожидал, что победит Хиллари Клинтон. Лишь в сентябре глава Европарламента в интервью журналу Шпигель называл «ответственным человеком и проблемой для всего мира». Слово не воробей. Что теперь со всеми этими заявлениями делать? Дальше больше. Согласно информации радиостанции RTL, официальный Париж вообще не заготовил поздравительные телеграммы на случай победы Дональда Трампа. Советники Франсуа Оланда были абсолютно уверены в другом результате. В итоге сам французский президент успел назвать, как выясняется, избранного президента США, угрозой. И сказать, что его тошнит от заявлений Трампа. Сегодня Оланд вынужден был выдавливать из себя слова поздравления. Американский народ высказался. Он выбрал Дональда Трампа. Я его поздравляю. И далее министр иностранных дел Франции Жан-Маркерро обещает сотрудничать с Трампом, но его личность вызывает вопросы. Как работать с новым американским президентом после всей грязи, что на него вылили, считая аутсайдером? Канцлер Германии и президент Франции сегодня по телефону обсудили итоги выборов США. Толчки политического землетрясения ощущаются по всему миру, в том числе и в Киеве. Мгновенно забыто, что еще недавно Трампа здесь называли клоуном. Победа – символ подлинной демократии. Это слова президента Украины Петра Порошенко во время его встречи с американским послом. Я очень ценю ваши слова о санкции против России в декабре. И надеюсь, что новая администрация и новый президент останутся нашими надежными партнерами в борьбе за демократию и свободу. Впрочем, Порошенко говорит о самом Трампе, который, напомню, не так давно попросту отказался встречаться с президентом Украины, когда тот был в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. Сейчас политики на Украине пытаются, что называется, навести мосты. Так мгновенно прогнулся под изменчивый мир, подавший в отставку губернатор Одессы Михаил Саакашвили. Профиль политика в Фейсбуке теперь фотография. Яук Дональд Трамп и комментарий. Я это предвидел. Вообще, сейчас все ждут, как изменится американская внешняя политика. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел пригласить Трампа, который удал едва ли не распустить Альянс, на следующий саммит. Похоже, в ближайшее время мы будем наблюдать удивительный разворот. Те, кто клеймил кандидата в президенты Трампа, считая его выскочкой и не имеющим шансов, сейчас будут стараться с ним встретиться первыми. Какой будет первая встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель? Как они будут смотреть друг другу в глаза? Сложный вопрос. Зато мы знаем, когда они точно встретятся следующим летом. На саммите G20, который пройдет в Германии, в Гамбурге. На саммите, который, как предполагалось, должен помочь Ангеле Мель набрать политические очки перед выборами в Бундестаг. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Владимир Беляев, Первый канал, Берлин.